Из-за аномально высоких температур не все югорчане смогли окунуться на этот раз в крещенских купелях. На водоемах омовение совершили чуть больше 20 тысяч человек. Это в 4 раза меньше, чем в прошлом году. Например, в Сургуте и Нижневартовске в святую воду окунались в специальных резервуарах, расположенных у храмов. Окружной МЧС сообщает, что в целом крещение в Югре прошло без происшествий. Тему продолжит Дарья Щектова. Господи, спаси, сохрани, прости. А, мои грехи ушли. Красота. Давай, местник. Раньше смывать грехи в проруби было принято в основном тем, кто участвовал в святочных гаданиях и ряженье. Так православная церковь боролась с язычеством. Сегодня окунуться в Иордань считает своим долгом большинство православных верующих. Среди них и депутаты, и высокопоставленные полицейские. Шикарная погодка. Главное, солнце не такой мороз. Хорошо. Может, надо наоборот, чтобы покрепче, крещенские морозы? Можно и покрепче, конечно, почему нет. Нормально. Брос лучше, теплее. Ой, какая прелесть. Такой дрожь, это так хорошо вообще. Очищаешься прямо вообще клёво. Хорошо, как после бани. Нынешнее крещение в Югре стало самым тёплым за последние годы. В 2013-м, 19 января, было минус 38. Двумя годами раньше чуть теплее, но всё равно морозно. За 20 градусов холода. Исторический минимум в крещении пришёлся на 1919 год. Тогда в округе было минус 43 градуса. А исторический максимум на 1975. Тогда синоптики зафиксировали аж 0,2 градуса тепла. Температура воздуха в нынешнее крещение, как никогда, близка к подлинной. Место, где, согласно библейским преданиям, крестили Иисуса Христа, находится в 40 минутах езды атамана. Так вот, 19 января 2014 года там было плюс 7 градусов. В Ханты-Мансийске минус 10. И это минимальная разница за последние годы. Но пришел и спаси нас, и с поведением благодать, и с проповедением милость. Тепло было так, что епископ Ханты-Мансийский Сургутский Павел провел достаточно длинную крещенскую службу без рукавиц. Вдобавок ко всему, впервые за долгое время над окружным центром разошлись тучи и выглянуло солнце. В пасмурную и снежную погоду православные верующие восприняли это как знак особой благодати. Как мы читаем в Евангелии, небеса разверзаются. То есть небеса раскрываются и снисходит Дух Святой на крещаемого. Это добрый, хороший знак. То, что, наверное, Господь с нами. В такую погоду окунуться в Иордань пришли те, кто не решался это делать в морозы. Верующих на Иртыше было гораздо больше, чем в прошлые годы. Однако всех сразу на лед не пускали. Из-за той же теплой погоды река промерзла только на 37 сантиметров. Толщина достаточная для одновременного пребывания не более 100 человек. Остальные терпели вождали очереди за ограждение. Нам лишь бы искупнуться. Дело маленькое. Пришли, искупнулись и все. Вытерпим, все вытерпим. Постоим, померзнем, ничего страшного. По себе лично скажу, сейчас сам только что искупался. У всех настроение отличное. Я такого не заметил. Какого-то негатива. На всякий случай на водоемах Югры во время крещения дежурило почти 500 сотрудников МЧС. В боевую готовность было приведено более полутора сотен единиц техники. Чуть меньше, чем другим, жителям округа повезло вортовчанам, сургутянам и путьяхцам. Из-за толщины льда менее 25 сантиметров спасатели не разрешили выбить Иордань в Аби и некоторых ее притоках. Поэтому общее число совершивших омовение на открытых водоемах оказалось в четверо меньше обычного. Дарья Щекотова, Дмитрий Горшков, телекомпания Югра, Хантамансить.